Новая тенденция в мировом футболе встревожила всех женщин. На завершившемся чемпионате Европы больше половины матчей плей-офф завершились в дополнительное время или серии пенальти. В итоге мужчины, отпрашиваясь на игру на два часа, задерживались на три, а то и больше. После Евро традиция продолжилась. Именно в серии пенальти завершил первый матч в новом сезоне ФК Тюмень. От поражения в одной 256-й финала Кубка России сибиряков отделяли всего несколько минут. Некогда выступавший в элите Амкар Пермь, потерявший профессиональный статус, сейчас переживает возрождение. Счет был открыт уже на четвертой минуте. Атака хозяев правым флангом и Александр Голубцов пробил под перекладину. Голкипер Станислав Антипин ничего поделать не смог. Помимо него еще для двоих игроков Тюмени матч стал дебютным за команду. Это хавбеки Владислав Тюрин и Павел Шадрин. Последний и сравнял после розыгрыша углового. И все же на перерыв пермики ушли, ведя в счете. Евгений Тюкалов, 10 лет назад забивавший за Амкар, еще в премьер-лиге нарисовал двойку на табло. На 63-й минуте Тюмень оказалась в большинстве. Получив вторую желтую карточку, поле покинул Константин Морозов. На 87-й этим воспользовался Данил Карпов 2-2. Дополнительного времени на этой стадии турнира не предусмотрено. Потому победителя матча определила серия пенальти. На память сразу пришел финал Евро. Тогда первыми были итальянцы, которые сумели победить англичан. В Перми же серию начали хозяева и тоже забили. Но у Тюмени издевательской панинкой ответил Шадрин. Все решила пятая попытка. Антипин сделал второй сейф в серии. А Антон Бочаров точным ударом закрыл ее. В одной из 128-й финала Кубка России соперником Тюмени станет еще один пермский клуб «Звезда».